итак волонбрей я короче и не думал что я буду его атаковать конечно ну 36 человек гарнизона мне конечно очень жалко терять рыцаря рассвета но я не знаю ну такого случая наверное долго еще не представится поэтому я буду атаковать волонбрей осадить город и вызвать значит сдавайтесь мы готовы оставить сама да вас не станут атаковать хорошо мы оставляем замок ваших руках так я хочу отложить назначение лорда пока не выслушаю советы поданных продолжить разместить гарнизон вот так и тут уже есть гарнизон и я значит сюда сброшу еще всю эту пехоту которую набрал правда я не знаю стоит ли это делать ну может быть они не уйдут эти самые рыцарь если я не как его нет вот этих я заберу короче драки дракона вот равенстерна это я заберу потому что я не могу оставить эти самые без защиты дэшар мечник налетчик дэшар разбойник вот это я дам а вот этих всех я верну назад без тяжелые болельщики не знаю рейнстернские воители гвардейцы потому что я тоже не могу оставить без легкий пехотинец лучник охотник ладно пусть будет воин забрать не войн надо было ставить тяжелые бронированные секирщики оставлю секирщиков и воинов оставлю вот так вот так на торговую площадь торгуются разными товарами торгуют разными товарами вот здесь хорошо здесь много рыбы и всего остального это очень хорошо знаю может быть мне удалось бы конечно какой-то другой орден значит это самое здесь ну пока что я не буду убрать этот город дайте-ка подумать броня назад торговец оружием каленые полуторные тут такое длинный композитный короче это не то что мне надо назад меню города посещу таверну таверни у нас мало поделиться прощайте наемный скаут это кто у нас грязная тварь интересно давай так на торговую площадь роется оружие вот мы подадим этот меч обычный железный назад уйти 205 человек гарнизона и поедем значит сейчас отвезем своих людишек я даже не знаю оба сейчас я посмотрю если там рыцари расцвета появятся то я не буду брать воланбрей себе воланбрей 1900 получает 99 тысяч денег осталось нам нужны сингалистские работорговцы мягенькие сингалистские работорговцы так горцев оставляем здесь дрейков виверны имперские арбалетчики тяжелыми тенхаймские рыцари грифона хранить в принципе же говорю я могу наверное это самое значит все таки я сейчас зайду в зал и возьму один тут один колес возьму колес лис говорю с этим валенком так военную комнату ищевой босс спасибо это все сундук я возьму куалис один наверно вместо этого пиджачка так вот назад уйти всю я отдал это самое всю пехоту я отдал и имперские легионеры еще остались отдать имперских легионеров что там у нас ополченцы новобранцы легкие пехотинцы арбалетчики так нормально я не знаю 690 человек так ну все посмотрим значит если там сохранятся эти рыцари расцвета значит я не буду его забирать себе он так и будет висеть большой отряд около сингал там такой большой около сингал лорд агаттон и что же там у нашего лорда гаттона у него там железных 27 железных кругов 7 имперских рыцарей но я не знаю наверное железных кругов побьют моих этих самых ребяток крепко если шоу а ну-ка сейчас я заеду возьму-ка на кого-то еще разместить гарнизон здесь у меня есть пендерские иконы и воители конечно но их немного ударника я возьму но есть в 70 вековических рыцарей это тоже немного да с рыцарями у меня завал а мне нужны эти рыцари без рыцарей дело плохо ну не знаю чтобы с ним разобраться наверное придется брать же опять вековийцев да ну а шо делать кого брать пендерских воителей ну рыцарь иступник черного сердца рыцарь царлеона металл барклайский улан ну шо еще тут возьмешь ну и сейчас будем воевать с льгатом агаттоном посадим его в тюрьму если все будет хорошо так все готово замок чтоб ты нанимал я смело нас поразит полина гарнизона страдает сингал улучшились и сияющим крестом у меня улучшились 17 до 18 по крайней мере если шоу то сияющий крест и уже тогда у меня будет по крайней мере не убежит от меня когда я захвачу я правда не знаю где этот сияющий крест находится вот витаси рыцарь сияющего креста я правда не знаю как они выглядят ну ладно а спустим и так значит мы догоняем агаттона и разбираемся с агаттоном и и и и и и и и все вот так кроме себя у нас будет вверху удачно здесь значит не буду стрелять ухте у нас спешатся все сейчас посмотрим на что способны наши не наверное зря я взял эту наверное мне надо было взять кувалду все таки я никак не могу найти себе оружие действительно убойное вот все поклонники и геретиков уже оглушен ну зато уже оглушен и поклонник на геретиков сорвались ТР да поклонника убивают и 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 низких этих наемников и этих вековийских наемников короче подставить под кого-то нужны вековийские всадники много вековийских всадников поклонников этих внушек а да не сейчас забьют конечно ударники путихи бьют но все равно это да насти что выйдем из битвы зря этих поклонников выдвинул вперед нафиг такие эти самые эксперименты и атаковать всеми силами эти поклонники конечно никогда не годятся да зря я как-то буду вернуть вперед ну что ж теперь так само как зря взял эту палку надо что-то искать нету подходящего оружия у меня такого чтобы я мог взять его это палка чтоб ей побольше скорость этой дубинь у этой маленький урон ты вообще как может шипованная дубина весом до 5 килограмм наносить столько урона месяцем какой-то этот самый был за заточенными понятно что поклонники эти короче никуда не годятся я зря вот это так сделал надо выйти из боя и забрать их вниз этих поклонников до вековийские рыцари конечно нужны рыцари рыцарь как конница нужно край край нужно если в андреи появятся эти самые рассвета еще забросить пехоты да мог бы этого гаттона разобрать за это самое на запчасти из-за своей глупости вот это лучше выдвинул вперед этих поклонников теперь самое главное что их потерял просто так он у кучу целую не зашел это еще и ну бьют этих поклонников то они никакие вообще эти поклонники на их вон кто угодно и на юмные местники оглушают этих поклонников кавалерийские поехали это не те ребята они не для тех целей их надо было назад сбросить назад выдвинуть вперед вековийских рыцарей и пендерских просто потеряю неизвестно зачем целую кучу этих поклонников поглонники эти да конечно еще слабый этот самый персонаж еще слабый ну еще что двухручная прокачивала сбежал один железный круг а второго на гоняк дворня убит поклонник взял еще и убил вот эти поклонники ладно продолжить атаковать всеми силами и короче давайте поехали конница значит верхом ударник не стреляют спешатся мы правда нету ну если шок пусть спешиваются но я так думаю шоу эти поклонники но и бог с ними шею поубивал она с другой стороны как хоть какая-то конница было теперь никакой не я живу пендерских этих очень мало осталось и рыцарей под подбили крепко мне еще есть правда эти самые грифоны ну ударники конечно да я тут согласен если я еще прокачаю их всех за бабло это будет вообще прекрасно я не знаю могу ли я за куалис нанять ну а если потеряю этот волон бреда и чувство господи как достался так и потерялся ничего страшного не может быть успею набрать рыцаря рассвета пока он будет у меня не нужен этот сам него анбрей мне нужен этот как вы там называете второй город забык называть около этого и грима пожирателя вот этот я его хочу сейчас поедем посмотрим появились ли там рыцари рассвета если они появились то и волон бред я себе брать не буду он так и будет висеть вендарских мало осталось вековийских тоже ударник венда убит ранено 21 атаковать всеми силами когтей нет не зря я взял этот маргенстерн конечно в маленький урон скорость вот если у этой самой в этой длины был бы была бы скорость кувалды была бы скорость это сам 95 хотя бы 95 может шахтах аль азиза будет какая-нибудь такая подходящая кувалда воин кобры глушил поклонника и еретиков ну прям как это там трагедия трагедия день этих кубы набрали да когда-нибудь эти змеи погоняли да если у меня появится нормально рыцарь конец а то это конечно будет хорошо очень хорошо нибудь рассвет еще и грифонов если улучшить да донечки Надо и тем шлемы Подевать Денег надо 75 тысяч Лучше конечно им уже Прокачивать эту Лучше уже на них броню Так Ну все Что там у нас 16 раненых Сбежал легатогатон Такой-сякой Центурион из железного круга Ну маловато Конечно первый раз вышли из битвы Все пленные которых набили там их То они и пропали Но однако Кавалеристка Налетчики Ну 70 человек Налетчик джату Наемный скаут Бронированные секирщики Рейнстернский садник Легкий кавалерист Пендерский Фрейлина дэшар возьмем Рейнджера возьмем Воин кобры не знаю Возьмем Кто еще есть Тяжелого лучника Возьмем Ну еще пару человек Кого-нибудь Бронированный пехотинец Ну и воительниц Возьмем На самом деле Вон их сколько А то управление инвентарем Так и инвентарь у нас есть даже Отличный дворянский меч Это хорошо Ржавая длинная 53 Хороший этот самый Шлем 53 Ради бога Кто-нибудь там Приедет Багадис А то у них на голове Какое-то зеленое ведро Ну все Тут Ржавые укрученные косы Зазубренные имперские Дворянские Это четверка Рукавицы Уйти Поговорить Юлия Лесли Ковера У Коверы 53 По-моему Да На Твое снаряжение 52 Даже А вот 53 Хочешь Хочет Вот Неважно И у нас Есть Сэр Рейн Поговорит Все равно Ваше снаряжение Сэр Рейн Вот вам Наконец-то Мы 52 Что-то дадим Конечно Плохой Какой-то Гадкий Ну Да ладно Неважно Пендерский Ополченец Пехотинец Пехотинец Мечник Мечник Кавалерист Кавалерист Пендерский Вековистский Рыцарь Ладно Вековистский Гвардеец Вековистский Гвардеец Себя Неплохо Проявил Хоть и погиб Готово Уходим Ну вот А тут Далеко Ходить Да не надо Мы уже Уголосим Сейчас Подадим 90 Пленных Красивых Здоровенных Опустошает Адельен У меня уже Адельен Есть Ну пусть Опустошает Таверну Давай Рамон Своей Мозолистой Рукой Отсчитай Ко нам Центурион Железного Круга 18 Человек По 500 Копеек Да Сколько же я потерял Поклонников Иди Твою мать Я их потерял 40 Человек На Немало Да и В общем-то Я тоже Немало Немало Потерял Людей Где я буду Их только Это самое Все Наверстывать Это Готово Так На торговую Площадь Торговые С разными Товарами 3000 Торговые С разными Товарами Есть И мы Будем Продавать Старые Темные Рваные Драные Товарейцы Тоже Рыцарь Мы потеряли Всего-то Навсего Пять человек Где Вот брать Дервиши Эти Кому Не нужны Эти Дервиши И местники Посмотрим Так Уйти Сохраниться И поедем Значит Посмотрим На наш Воланбрей Готовый К повышению Пендерский Кавалерист Юный Всадник Пендерский Комменный Воитель Наемный Всадник Вверх Готово Поклонники Ну Сейчас Они Восстановятся Ну В принципе Держать Их Нет Никакого Смысла Потому Что Ну Понятно Что Они Такие Слабые И Что Их Держать Их Надо Использовать Полный Рост Сейчас Пока Есть Возможность Так Зайдем Травмар Напасть На Бандитов 52 Бандита Давайте Все Вот так Быстро Поклонники И все Остальные Че Сие Бандиты Тут У меня Унездились Вы Шутите Давайте Давайте Быстрее Уничтожить Быстренько Все Разбунем Разбойники Бандиты Какие Разбойники Вот Сколько Сударников Осталось Я не Гляну Господи Мне Нужны Эти Воители Мне Нужны Конные Воители Пешие Воители Господи Бедные Разбойники Зачуханы Захватили Деревеньку Хотели Думали Пограбим Поживем Как люди На тебе Продолжить Вы Отказываетесь Ага Поговорить Со старейшиной Хэлло Балло Шо там Колодцы Загрязнены Та не Уже С креста Мы не будем Кого У тебя Студ Денаж Затуды Так Управление Деревней Шо там У нас Есть Построить Церковь Забудь Значит Надо Выйти И поговорить С этим Самым Со старейшиной Может Его надо Про это Самое Про Так Пожар На окраине Уйти Управление Повреждено Все Повреждено Все Кроме лесников Все Оборот Охотничий Домик Построить Поместье Поместье Позволяет вам Отдыхать И платить Солдатам Находясь В деревне Также Увеличить Процветание На 10% И основной Доход На 10% Ваш Забудь Дом Травника Травник Помогает Лечить Жителей Повышая Процветание И отношения На 5% У вас Тюарта 3,5 26 дней Забудь Рыбный Пруд Плюс 10% Будет Стоит 2,5 Займет 19 дней Начать С 30% Так Все Уйти Рыбный Пруд Так Все Едем Волонбрей Попробуем Попробуем На нем Резе Ограблена Я Ограбил Свою Собственную Будущую Деревню Вот Это Парень А ну Ка Хан Джахандир Он Сейчас Бежит В этот Самый Замок Скорпион Ассасин Куба Дочери Персинои За мной Гонят Да Ну да А че вы За мной Гонитесь Я вам Ничего Плохого Не Делал Будь Крадок Поехали 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 За верхом Ударники Не стрелять Кубки Спешатся Поехали 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 да ну так круче не так не пойти каждый раз убивают да никита не стрелять его берут набить хоть пленных дервишей там каких-нибудь вот этих дервиш и где-то как-то отослать в этот самый волон бред вести всех собрать этих дервиш и волон бред из сингала на черта их там этих дервишей сколько это у него было людей два забега на его армию на это так невозможно вот это вот такое убивают надо найти какой-то оружие быстро и можно надо лошадь значить эту самую хорошую броню потому что это все ударом по пленнику дешар благородный рейдер продолжить хан джихандир отныне ты у меня в плену разбойник лесной вор рыцарь отступник сквайр отступник ну вот эти все дервиши рейдеры это такое значит мне сейчас надо ехать уже в замок нудар чтобы оставить этого чтоб он не сбежал джихандир повезешь его с собой он раз и сбежал один из ваших пленников хан джихандир сбежал не буду я брать этот лут бестолковый может взять этих то не менее не нужны королевские гвардейцы рыцари конники вот если бы какие мне с ними отношения оба дереву мореход иди-ка сюда дереву он там грабит уже грабит грабит еще не решил заберу ли я себе этот как его а он уже грабит все уже все уже такой красного братства давай-ка вверх на сквайр здесь покажу будет вот тут где-то тут так вот на то сохранится поймать этого морехода полный рост лего от дереву на давай беги отсюда лего дереву чтобы селяне не присоединились кто-то там готов повышению мечник мечник кавалерист кавалерист конный воитель ну давай шо будь краток я буду краток атаковать поедем подъем может я смогу если этот бежит то я смогу валькирии сделать а или это хорошо и девки тоже классно не хуже чем эти самые какие-то в 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 приезжать не слишком ману нормально и оружие мне нужен меч уже кому душать есть можно уже заботиться о персонажах пока что вставим дубины будем брать мечи продолжить отныне вы у нас плену легат на уровне с ополчения берем крестьянку пилигрима возьмем монаха сейчас засунем в волонбрей крестьянки нам нужны чтоб эти дочери персинои ну с кем-нибудь завязались бы я бы зазубренный маргенштерн сейчас все равно ехать в волонбрей так что возьмем эти маргенштерны всякие зазубрины идти отряд отряд крестьянин пендерский новобранец и вниз-вниз-вниз-вниз пендерский кавалерист и конный водитель все готово едем в волонбрей я дельян грабил у меня наверно с ним плохие отношения я его по моему грабил этот дельян нка минус 33 а уйти отлично пусть грабят дальше ну посмотрим сейчас в этом волонбре есть и никто оба я же говорю кадан бахадур хан из княжества деша сбежал ну вот это ж я же говорю что но это вообще на на каком основании как он сбежал из тюрьмы хрен его знает в лицарь рассвета берем взял и сбежал виверный рассвета берем что лицарь рассвета плохо хорошо пусть будет это все я же говорю ну это надо ж такое взял и сбежал типа это так так в таверну шо там дозорная хорошо донаван ше ты идти ты болтайся туда-сюда к чё не бьет у меня хватает этого самого но здесь правда ж больше этих каких на торговую площадь торгуют с разным товаром тут больше нпс чем в этом самом как его называют варбанди здесь 20 по моему или 20 чем-то в аварбанде всего 16 так оружием двухручный меч нет не годится отличная турнирная копьё 22 оглушающие не надо но мне значит так мы выкладываем вот это сюда нельзя использовать на коне вот это можно использовать на коне дрелковый молот это мы вообще продаем нахрен надо вот так вот значит потому что ну двухручный меч скорость восемьдесят девять длина 120 не годится девяносто восемь длина 101 полуторный 36 здесь 42 сорок шесть пятьдесят четыре пятьдесят два хороший я бы новый фломберг конечно но нельзя использовать на коне в чем дело назад и купим одну рыбу так все едем в этого самого под поджидать войти в замок виверного света не хочу просто с ними разговаривать сейчас все сбежит а ну-ка уходите загладить свою вину я говорю да тут только так значит надо нам загладить свою вину пока не не это самое так что у нас тут с Воленбрейм 207 человек отклонить предложение сейчас он сбежал сейчас я пойду и штурману нахрен скоты не сбежал венхольм мне нужен нужен венхольм ярованс кирилл так что то кто там крестьянин налетчик воин ярл заклинатель еретиков сколько же у меня осталось ударников 14 человек и так ударники то и дохнут 119000 ванна продолжить разместить гарнизон виверный расцвета донован давай выше сюда хан джихандир сиди здесь сбежал он как он мог сбежать шо там прохлопали его легат деревом мореход ну кто-нибудь другой сбежал не именно вот этот пендерский новобранец пендерский ополченец все тут ну вообще нахрен поехали догоним этих разберем их на запчасти хочу посмотреть о здесь братство братство красное братство сингалийцы хочу узнать что стоит этот самый виверный этот чего это рассвета может и не стоит с ним связываться может такие они вообще-то классные насколько я помню они такие пишут ребятки мне надо с ними помириться сейчас я найму наверно кого-нибудь пока есть деньги и штурману это сам мы торгу на нашу еще остается рыцарь рассвета виверан рассвета отлично побили хоп привет да 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 атаковать им не так не пойдет какой-то дурак будет спавниться я же говорю ну это вообще в канаве какой-то я буду спавниться поехали значит конец оверхом в дальнике не стрелять и спеши все но ты посмотрим что из себя представляет этот рыцарь рассвет он правда один что он может там себя представлять бархайские уланы покровник бархайские уланы что-то пока не видно этого лица рассвета а он убил бойна вон с керри и мне надо с ними помириться и с вековицами тоже мне надо помириться они сами там спауниться и там хорошо бы так они не поможут а а а а все будем искать какой-то лучший меч желательно было с хорошим уроном и хорошим уроном я же говорю глушать уже есть кому надо прокачивать персонажа да, воин Венскель убит рыцарь вступник черного сердца ударник видно убит так поклонник у нас есть виверон рассвета есть новобранец ополчения крестьянка крестьянин беженец монах пилигрим член гильдии пилигрим все вот эти вот кавалеристки все это крестьянин воин Венскель готово управлять инвентарем будем темно-серый хромой какой-то по-моему или нет плотные хромой да темно-серый хромой изношенный металлический назад уйти назад уйти отношения с красным братством у меня упали пендерский пендерский пехотинец крестьянин пендерский новобранец готово значит это кто у нас тут охотники за сокровищами и торговый караван из марлеона магнус поклонники миньон сингалистские копейщики беглецы какие-то беженцы да беженцы новобранцы ополчения кавалеристки вары и равенстернские смотрители странствующий герой странствующий рыцарь сквайры миньоны охотники за сокровищами можем их короче раздолбать этих охотников за сокровищами что в общем то мы наверно сейчас и сделаем так торговый караван атаковать всеми силами так поехали гонится вверхом ударники не стреляют спешиться все я сейчас спешу нет нет мне тут больше надо у меня еще где то одноручные есть еще 15 пленных у меня уже шестни не с мы уже шестни а и надо и все так продолжим продолжим наемный воин спасибо искательница приключений рыцарь отступник сквайр отступник странствующий рыцарь налетчики бандиты и на выбран заполчения нормально крестьянка сразу берем сразу 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 крестьянин вор красного братства равенстейнский гвардеец рейнджер смотритель воитель так дальше что у нас там магнусы 4 человека поклонников 6 миньонов 8 сигналистские копейщики беженцы на убранцы ополчения наемные воины кавалеристки разбойник лесной бандит берем пилигримов берем атаманов разбойников дэшар берем налетчиков дэшар берем готово почему я беру я всех в этот самый валенбрей все назад уйти и мы сейчас едем сингал все сейчас я найму каких-нибудь наверно этих самых да скоро вернусь и буду штурмовать торбу скорее всего кого я найму вековийца найму и буду штурмовать торбу потому что ну я же варют это не годится куда-то взял сбежал ничего нас себе так ну в общем это не тут ничего возмущаться потому что вообще-то это в любом моде есть так заинтересовать налетчики благородные налетчики там и все остальное я могу себе позволить сейчас нанять прямиком отправиться к турбе и правда у меня пехоты нет нету никого тридцать четыре тысячи готова да приятно на торговую площадь сбалансированные метательные ножи требуют митингхаймский дуэльный меч 44 рубеж и двухручный лучшую взять этот митингхаймский дуэльный меч 44 рубящий 52 смысл в этом правда им можно пользоваться с лошади но у меня вот и 46 а это длина 131 здесь 111 конечно длина это хорошая штука и скорость 92 здесь на 108 не значит пока что нет так мы берем значит разных товаров смысле продовольцы так уходим размещаем гарнизон гарнизон ну атаман разбойников дуэль шары туда повыше манусы наверное я оставлю здесь гарнизоне так здесь равенстернские рейнджеры воители не знаю есть они здесь нет кавалеристка вверх вор красного братства но я не знаю вообще зачем мне эти монахи пилигримы лесные бандиты на летчики дешар когда там любой этот фельдсвейнский ополченец уже такой как это идет монахи христианка две досорных равенстерские гвардейцы отдаю рейнджер отдаю равенстерский смотритель отдаю воителя даю магнусов тоже отдам пилигримы монахи эти ниже туда пилигримы ниже пилигримы хоть какие то эти же вообще никакие наемные воинцы на английский миньон беженец пендерский новобранец крестьянин пендерский новобранец пендерский новобранец и ополченец я даже не знаю надо ли это самое все так пендерский конный воитель нанять короче это самое взять сколько-то лучников на я нанять и все и идти уйти не знаю эти штурмовую торбу вашу делать мне надо этот деятель так посетить таверну то зачем я буду посещать разместить гарнизон магнус дэшар воин дэшар мечник вот этих дэшаров всех собрать черту сейчас сбросить их туда ударники венда отдать вот эти дэрвиши воины дэшар воин дэшар дэрвиш дэшар мечник что там у нас еще есть имперские пекинеры смертные империи вот эти вот бронированные пекинеры рейнджер застреливших стрелок смотритель смотрите ли это будет рейнджер пендерский воитель пендерский был бронированный то не буду я вот этого хватит наверное остальных все потом леди эндхирия вот эти ну ладно пусть будет леди эндхирия вековичский королевский разноценский в манус ударники венда пусть будут морские пехотинцы вот эти вот все забираем морских пехотинцев потому что здесь они наверно вам все то кто его знает о морские пехотинцы отдать пустынных лучников взять вот так вот готово сейчас замок нанимаем вековийцев идем штурмовой турбу так я не хочу пока ставить стать правителем волонбрей так давайте наймем компанию наемников значит давайте наймем отступника века это все будем ступнике века я новое здание все хорошо поехали поехали про турбу не брать нам нам надо это какой-то там давай есть быстрее там ползешь у нас сейчас где-то 450 человек я думаю что нам этих людей должно хватить не хватит но чтобы покоцать это потому что не должен он сука этот самый козлина сбежал блин сколько я за ним гонялся с этим негодяем он сбежал вы видели такое сейчас подъедем к турбе и осадим на фиг лучше конечно бы он вылез из этого скотина сбежал венхольм же там это же такое мне надо этот венхольм забрать вот он этот бахадур хан сидит тут 645 человек местники наездники ветра копейщики собака такая давай ну еще хан захил сбежал вот так вот понятно они будут бегать то это вообще что то такое пусть они хоть все сдохнут эти вот мне все равно вот эти пустынные лучники тут вот эти вот все мне надо его вытащить оттуда как-то круче чтоб он мне попался лучше эту турбу захватить и взять его в плен опять конечно сейчас я не захочу слишком мало у меня войск но я не буду короче вот это снимать как я значит таскают до сюда эти войска я просто сейчас нажму на паузу сделаю потом ключу ну все я приготовил отряд к осаде штурму ну а сада и штурм будут проходить уже в следующем следующем видео да а пока что все